теперь она возродилась как ну наверно уже как омоложенная да а подвой тоже никуда не делся я и ветки подвоенные вот они видите это мой принцип я их никогда не отрезал ни одной не отрезал не едины и вот они дали урожай вот он чем интересно чем они хороши вот эти вот подвоенные возьмем семечки вырастим подвои и получим уже идеальную совместимость с крупными грушами современным ну как с лучшими сортами груш с лучшими вот они о любуйтесь видите вот они с ними состояли в двадцатилетнем контакте и теперь лучше по двое нет на свете потом их отдельно соберу назову дело в том что усырийки они практически не поддаются оккультуриванию у меня их всего два дерева а третье и четвертое я спилил место было жалко вот ну к одному я могу даже дойти сейчас мы же говорим о грушах давайте продолжать разговор о грушах так это это рунская лада ладу мы уже вот молодой человек брат всем известной дамы моего моя ученица кандидата наук сами не сильно александр стоял на этом заборе и собирал грушей все-таки ведро собрал последние пожалуй следующая груша сказать что вот она она зеленая в зеленом поэтому плохо видно насколько она хорошая какой хороший урожай так но самые нижние ветки вот они самые нижние это среднерусская уникальная вещь должна быть каждом саду во всей россии почему нет а это объясняю нет отдельно будет объяснение вот дальше идет нарядная эфимова вот начало падать видите хорошо да хотите тома сладость вот она начала падать идем дальше он она только в этом году сами слабо у нее сварок позже всех я не знаю я знаю что в сибиряки слаще многие сибиряки слаще морковь и ничего не ели это было лет 10-15 назад вот это не больше некое дерево груша сварок является на одними самых больших в россии в себе это точно урожая в этом году для для него это слабое урожай обычно раза два больше когда невероятный урожай я так скажу до 40 ведер и из-за этого обильного урожая у него не хватает сахара в нем мне кажется из-за этого на молодые деревья кусите а вот уже в таком возрасте я их собираю только для семян скажете ну а куда вам столько ну вот столько вот в прошлом году урожай был слабый потом прошлом 40 ведер а прошлом а я и они так изгнили прошлом был слабый но я собрал все семена не хватило где-то к весне кончились в этом году соберу побольше не с этих упали зеленые можно зубы обломать поэтому я жду когда они прямо на дереве дозреют и перезреют вот и так именно нарядные фильмы в этом году очень слабый на урожай они еще зеленые поэтому и плохо видно так ведро 2 все что меня ждет от этого же второго гиганта вот не повезло с этим деревом страшно не повезло я его чуть поздновато перепривил куда плоды делись ну-ка вот несъедобные попадаются я же испытатель или где вот хотел показать вам как выглядят несъедобные плоды ну ладно проехали вот лектер латинкова которая пин переименовал латинкова это груша латинкова так и так и называют так и к ней прилипнет это название чудо шедевр задним числом узнал что это франции про к нам попала через японию вот такие чудеса потом урал теперь себе вот собиралась его плоды угощал пятилетнего внука нет ничего есть только он гнилые его время отошло нужно ворачивать следующее поколение 10-15 черенков на прививки есть смотрите страшная морозобоина страшная почему франция сходу так не приучишь а у меня это первый по пока последнее поколение прошлом году заплодоносила назвала сразу черенки брать но год потерян сейчас уговорю сергея хотя бы десяток можно и на продажу а несколько из них оставить навсегда искать им место что вообще вот искать им место прохожу мимо нескольких заманчивых тем раз мы говорили про груши будем дальше говорить про груши вот часть из них на том участке геологов 2 а мы сейчас геологов 1 вот чтобы сильно не повторяться самый смысл разговора самый смысл сейчас мы идем туда где а вот они видите вот это вот дерево третий год но это не значит что каждый раз получается так удачно это груша память яковлева еще одна груша но выглядит хуже заметьте ну правда к осени она и должна покрываться но ей чего-то не хватает и главное ради чем мы здесь сейчас объясню и так абсолютно здоровая пересаживала я садил на холмы холм холм пересаживал я идеальный случай и моими руками выращена больная груша как это могла случиться я еще не ходил тут с рамками кстати вот прекрасно выглядит груша видите полюбуйтесь на память яковлева выглядит прекрасно согласитесь каждый год такие урожая это еще слабый удар был сильный от этих поздних заморозков вот а это выглядит намного хуже но смысл разговора то знаете в чем друзья смысл разговора в том что она была пересажена более как сказать возрасте когда с трудом приживается возможно тут был ком земли хороший я уже не помню и вот результат прекрасно выглядит абсолютно здорово сильнейшая обрезка и уже выбросила молодые побеги которые тоже будут отрезаны согласитесь что вы хотели бы иметь такое чудо а хотели да вот эти черенки пойдут уже это опять дерево опять его буду калечить мы пока не имеем возможности оставлять просто для красоты для как как на выставке не можем смотрим сюда возможно здесь было просто меньше корней прижилась хуже это я к тому говорю что хотите не хотите покупайте не покупайте но когда вам продают однолетнюю берите когда двухлетнюю подумайте трехлетнюю посылайте четырехлетнюю в рожу вот а когда вам предлагают десятилетнюю десятилетнюю за двадцать тысяч пятнадцатилетнюю за 40 тысяч вы представляете это так так это их задача только подсудить вам этот труп за двадцать-сорок тысяч а здесь уже сейчас просто она была задним словом говорю не помню но скорее всего она была просто хуже корней и вот она болеет и теперь а за конец разговора такой запрыскайтесь привезите сюда разбавьте литр этих же фунгицидов больше чаще это слово сейчас самое модное фунгициды залейте литр лейте не спасете 2 литра 10 литров поставьте рядом бочку и лейте каждый день ничего не изменится кроме того что станет хуже почему еще хуже отравите почву вместе со всем содержимым вот да у меня она болеет да но это же учебный фильм да я ее ни чем не помогаю потому что помочь ей невозможно или восстановится или умрет это сейчас если корни были хуже отрастают корни посмотрите внимательно это разве прирост видно живот это разве прирост вот прирост вот это прирост для пересажена я вам скажу красота возможно здесь была ошибка еще другая совершенно каждый раз пересаживаю я делаю обрезку наверное надо было тут резать и тогда было бы здорово вот это есть учеба это полигон как надо это тоже попытка была но результат получился хуже вот такие братцы дела ну что еще тут еще есть несколько груш ну пойдемте угостимся и будем заканчивать разговор сыпется сыпется это уже последние тут столько ведер было собрано эти груши еще бы один исчебный фильм снять потому что страшная вещь происходит когда обрезают груши вот я потом видели мои ведра стояли это все будет собрано как уже как гнилые на семена ну а мы с вами попробуем грушу вот под названием память так подвела ну ка смотрим что мы пробовать будем мы будем пробовать чижовскую а вот он разговор как интересный получается разговор и так у меня гости гости мне смотрят и что и говорят у нас чижовка вкуснейская алада не очень вкусная мне так обидно стало за ладу вот она чижовская я говорю они одинаково вкусные нет лада не вкусно а где они у меня ее брали нет не у меня а кто сказал что это лада а на ней написано вот так пробуем чижовскую хорошо на ладу вкуснее а знаете где был разговор на диком рынке поселок сезая прямо показывает пальцем вот напротив огромное дерево чижовская я туда по оладу вот они клянусь что вкусной алады нет вот значит получается что или укажу свой вкус не знаю но сладчайшая лада я после этого даже где-то в душе обиделся и всех кто ко мне все эти дни ко мне ехали и к сервею точнее ехали за саженцами а я каждого подводил и угощал вот а фильм это видели и каждый раз на лицо направлял фильм чтобы посмотреть то ли скорчит рожу извините за выражение то ли обрадуется и все были счастливы ну а теперь та же самая работа сейчас буду косить по той причине что если косишь один из моих новых постулатов вот кошение улучшает плодородие почвы потому что обмен все большая масса зеленая масса переходит плодородие почвы вот а когда если не косишь мало того что это опасно с точки зрения пожароопасности вот она растет себе дает определенную массу но скошенная трава несколько покосов за лето дает больше но и про это был уже отдельный фильм так надо с вами благодарю за внимание ох я вам не показал сколько у меня осталось слив гнить ладно а че все о плохом да о плохом вот ну я не могу же пройти мимо эх этих бы сюда в наручники со спецназом нет у меня такой власти подвести к этому дереву дать секад рассказать отрезайте а почему ну вы же в книгах своих в этих фильмах пишите рассказывайте что скелет на ветке нижняя уничтожит вот да еще летом а почему на ваших деревьях летом нет плодов если бы у вас вот так вот росли плоды посреди лета как бы вы уничтожали голову бы не пришло и других людей вы не стали бы учить отрезать стали бы подошли бы к берегу отрезали вот так вместе с яблоками вот так вот раз заподлицо с этим оставляя страшные раны на кольцо но нет же значит у вас никогда не было урожаев если вы пишете нижние скелетные ветки отрезайте когда в середине лета все благодарю за внимание я не мог просто пройти мимо война продолжается с невежеством а а а а Продолжение следует...